Всем привет! С вами Priya. Сегодня поговорим о дорогих маунтах, как они влияют на игру, чем они помогают игрокам и оправдывает ли их цена самих себя. Итак, новый маунт, который будет введён в битве за Азерот, который будет дорого стоить, это Брутозавр. Его цена 5 миллионов золота. Он будет покупаться, как я правильно понимаю, за какой-то объём репутации, и скорее всего, если прокачать до превознесения, эта цена снизится на 20%, следовательно, цена будет стоить этого маунта, ну, 4 миллиона. Какие же плюшки у него? На самом деле, не особо об этом что-либо сказано, потому что, как-никак, ещё бета до сих пор, и до какого-либо припатча, до какого-либо релиза, ещё очень много времени, на самом деле, за такой относительно, казалось бы, краткий срок, чуть менее трёх месяцев до выхода битвы за Азерот, может, на самом деле, ещё многое поменяться. Может быть, этого маунта вообще удалят, может быть, ему вставят каких-либо аукционных НПС, может быть, будет моб на трансмогрификацию. На самом деле, посмотрим. Всё это будет видно, и всё это будет рассматриваться. Ну, а если рассматривать каких-либо старых маунтов, которые продавались нам... Всеми знакомый Як за 20 тысяч голды с починкой и с обычным мобом на продажу. Як за 120 тысяч с трансмогрификацией и обычным торговцем, экзоскелет за 500 тысяч голды, паук за 2 миллиона. Полезность их только разве что ради красоты. Их функционал ограничивается на Яке и на Мамонте. Покупать маунтов, переведённых выше по списку, лишь только зависит от вашего желания и размера кошелька. А конкретно игровая модель этого маунта за 5 миллионов приведена на этой чудесной, высококачественной картинке. Будет ли он пролезать в аукционные дома Орды или Альянса? Очень хороший вопрос. Всех вам благ, счастья, здоровья. Хочу услышать ваше мнение насчёт таких дорогих маунтов. Есть ли их смысл вообще в игре? Стоит ли их покупать? Кому их стоит покупать? И ваше отношение к ним при вводе их в игру. Всех вам благ, счастья, здоровья. Побольше золота, если вы всё же озадачены покупкой таких интересных маунтов. Не болейте. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok